Всем привет из Аверят! Сегодня я вам хочу рассказать, как я делаю ростверк или обвязку фундамента. Я не говорю, что нужно делать точно так же. Есть миллион технологий, миллион мнений. Вот я делаю таким образом. Значит, смотрите. Как я и рассказывал в предыдущем видео, необходимо было сделать запилы на 50%, то есть на 7,5 см от верхнего бруса и на 7,5 см от нижнего бруса. Вот что в итоге получилось. Получилась довольно-таки ровная конструкция. Практически там есть небольшие расхождения по уровню. Больше всего меня удивил тот факт. То есть, вот смотрите, вот этот брус выпилен по верхней части. Не в шахматном порядке, а только по верхней части. И вот все вот эти 4-метровые у меня, получается, выпилены по верхней части. Единственное, вот момент, вот у меня, смотрите, я не знаю, как так получилось, но у меня вот на сантиметр ушло. Не то чтобы ушло, а брус на сантиметр короче получился. Вообще, вот этот брус, он самый косяковый. Это был последний брус, который я делал. И это уже вторая попытка. Первая попытка там лежит. Почему-то запилы получились больше, чем на... И он глубже сел. Я решил использовать попытку номер 2. И сделал второй брус. Вот получилось более-менее ровно. Ну вот, хотя опять тут на сантиметр, да, ушло. Ну, в общем, вот такая получается у меня конструкция. Все выпилено. Больше всего меня удивило, так, я не договорил, что вот здесь у меня этот угол немножко провисал. Ну, видимо, брус или кривой, или эластичный, скорее всего, кривой. И сейчас таких провисаний нигде нету. То есть все идеально получилось. Следующая моя задача. Задача номер 1. Это зафиксировать... Не, не подготовить место для фиксирования. То есть я сейчас буду сначала пером пройду. У меня есть анкерные болты. Кстати, вот он здесь у меня рядом. Сейчас покажу. Вот анкерные болты 16 на 220. Есть еще шайба усиленная. 30 миллиметров в диаметре. Я с собой не взял, но я так просто взял померить его. Удостовериться, что длина соответствует. Ширина... Длина ширину я проверял. Так вот. То есть я беру перо на 30... На 3 сантиметра засверливаю здесь отверстие на 3 сантиметра. Далее я прохожу сверлом по дереву. 16-м. 16-м, да. До свая. И немножко отмечаю на свае, где вот этот будет момент... Ну, где будут засверливаться. Так на всех опорах я делаю. После этого весь брус снимается. Весь брус снимается. Обрабатывается битумно-каучуковая мастика. Ну, у меня битумно-резиновая. Не каучуковая. Ну, в принципе, то же самое, да? Какой-то смысл-каучук от резины практически ничем не отличается. Там химия натуральная, а тут искусственная. Так вот. Все это обрабатывается мастикой. Сохнет. И можно будет фиксировать. Фиксировать прямо к сваям. Все это прикручиваю. Янкерные болты. Завтра, я думаю. То есть, погода повезет. Единственное, что я, да, хотел обратить ваше внимание, еще, так как я уже говорил, что у меня размеры не совсем соответствовали, которые мне дали и которые я сделал. У меня вот здесь угол, я не знаю, видно, не видно, немножко, так скажем, не попадает на полностью свая. Но это не совсем страшно, потому что нам наша задача зафиксировать. Так, чтобы... То есть, если вот этот уголок настолько лежал, понятно, что это все переделывать пришлось бы. А так все равно она зафиксируется в свае. Ничего страшного в этом нету. Потому что нагрузка будет все равно равномерно распределяться на все сваи. Это абсолютно нормально. Ну, пожалуй, пожалуй, все вам рассказал, как я, что дальше планирую делать. Ну и, наверное, уже по результату мини-съемочку сделаю, покажу, чем все это закончится. Ну вот, как я вам и говорил. Значит, все обработан битумно-каучуковой мастикой. Битумно-каучуковой мастикой. Присяду запилена в паз. Или не в паз, как это называется. Ну, в общем, как, тут 50%, тут 50%. Вот оно, как положено. Он, он положен в брус. Следующим образом. Почему сейчас стоит арматура? Потому что она четко попадает в дырки. Значит, здесь первый диаметр просверлен был пером. В 30-м, это ошибочно, наоборот, 35-м, тут шайба у меня, 35-м. Дальше сверло по дереву полностью все прошел. И бетон, бетон засверлил на 7 сантиметров. Получает, ну, чуть больше, чуть больше. Здесь два листа рубероида. Здесь все положено. И вот как это выглядит в натуре. Где у меня? Где у меня анкер? Сейчас, секунду, покажу. Сюда ставится вот шайба сверху. Туда забивается он. И закручиваются ключиком. И все, и намертво. То есть, анкерный болт разжимается в бетоне. И намертво там стоит. И эта конструкция уже никуда не денется. Никуда она не денется. Сейчас я вот все это прикручу. Достану арматуру, забьем кера. Прокручу, закручу. И все. И на этом все. Пока. Нереальная жара стоит. Я еще не могу прям под кручьем льется. Ну, на этом наш сюжет подходит к концу. Надеюсь, эта информация была вам полезна. Всем спасибо за внимание. Удачи. Пока-пока.